8 августа отмечалась годовщина начала войны в Южной Осетии. Операция под кодовым названием «Чистое поле» унесла тысячи жизней солдат и мирных жителей. В ночь с 7 на 8 августа грузинские военные формирования открывают шквальный огонь из танков и орудий по спокойно спящему городу. К утру от Цхинвала, столицы Южной Осетии, остались лишь дымящиеся руины, но этого грузинским солдатам, как видно, показалось недостаточным. Танки, вошедшие в разрушенный город, давили гусеницами мирных жителей. Озверевшие вояки безжалостно резали женщин и детей, добивали раненых. Сотни, тысячи беззащитных граждан были вынуждены прятаться по подвалам, не имея пищи, воды, лекарств и связи с внешним миром. План нападения «Чистое поле» грузинскими боевиками был выполнен успешно. За это время трижды собирался на заседании Совет Безопасности ООН. Однако, определенного решения так и не было принято. На помощь к малочисленному юго-осетинскому народу пришла 58-я российская армия, бойцы которой вместе с осетинскими ополченцами и солдатами регулярной армии в течение трех дней вели ожесточенные бои с грузинскими оккупантами. Жертвами трехдневной войны стали тысячи мирных жителей. Были сожжены государственные учреждения, школы, детские сады. Прошло четыре года. Цхинвал постепенно восстанавливается после агрессии. Однако враг не унимается. Он и сегодня не оставляет надежды вернуть как Южную Осетию, так и Абхазию в свое господство. Но это всего лишь несбыточные мечты. Абхазия в эти траурные дни искренне скорбит со своим братским народом. Ведь и нам знакома боль утраты, страх и ужас войны.